Windows 10 вышла 10 лет назад. Я не шучу! Посмотри на календарь на дворе уже не 2015 год. Проснись! YouTube уже и вкладку тренды выпилил недавно. Хотя кто её всерьёз открывал? 29 июля 2015 года в публичный релиз вышла Windows 10. Логическое продолжение Windows 8.1 в надежде исправить ошибки этой линейки. Windows 8, как известно, подверглась критике со стороны пользователей из-за удаления меню пуск, полноэкранный интерфейс Metro UI, который был переименован позднее в Modern UI, и неудобную адаптацию планшетного интерфейса как концепции на персональные компьютеры. А в этом же видео мы обновим наш компьютер с Windows 8.1 до того самого первого публичного выпуска Windows 10. Выясним, какое ПО работает с этой версией по сей день. Расскажу интересные факты об этой операционной системе. И отвечу на вопрос о том, почему конец поддержки какой-либо ОС — это не конец света, а наоборот, повод для творчества. Присаживайтесь поудобнее, берите себе чай, видео, вероятно, получится необычным. И давайте начнём. Начнём с вопроса. Почему существует множество версий Windows 10? Всякие 15, 11, 16, 07, 17, 03, 17, 09 и тому подобное. Разве нельзя было просто обновлять ту же 15, 07? И куда пропала концепция сервис-паков, как это было в семёрке? Команда разработчиков Windows тех лет задумывала, что Windows 10 будет реально последней версией Windows. И, соответственно, мажорные обновления каких-либо функций будут выпускаться отдельной сборкой по графику, но с единым брендом. Такое называется обновление компонентов. С периодом раз в чуть больше полугода, а позднее просто раз в год, система получала новые функции и разом вносила огромное количество изменений. Также с релиза десятки продвигалась такая идея, как Windows as a Service. Её цель заключалась в том, чтобы выпускать обновление функций вместо долгого ожидания новой полноценной версии Windows. Однако со сменой некоторого руководства в подразделении Windows что-то немножко пошло не так. Формат таких обновлений имел четыре цифры. Два на год и два на месяц. С 2020 года стало чуть иначе. Две цифры года и полугодия. Первое или второе. Вы думаете, что весь наш процесс будет проходить в виртуальной машине? Зачем она нужна, если есть реальное железо? Тем более такое. Это Lenovo Fingpad X230 2012 года выпуска. Данный Fingpad не первый в моей жизни, так как раньше у меня был 600E от IBM на Windows 98, который от старости и поврежденного дисплея приказал долго жить. Зато у меня от него жесткий диск остался. Изначально линейка Fingpad была придумана IBM, и первыми моделями этой серии стали 300, 700 и 700C, выпущенные в 1992-93 году и поставлялись как с DOS и Windows 3.1, так и с OS 2. Название пошло от слогана IBM образца 20-х годов прошлого века, который был на фирменных блокнотах сотрудников. Fing. Думай. Однако с 2005 года IBM передала все права на Fingpad компании Lenovo, которая выпускает их по сей день. Мне нравятся Fingpad из-за их компактность, долговечность и доступности их комплектующих. Хотя нынешнее, увы, пока не попробовал. Мой X230 имеет в себе IPS-экран и процессор Intel Core i5 V Pro 3-го поколения. V Pro является маркетинговым термином от Intel, который подчеркивал более усиленную защищенность по сравнению с обычными i5, и расчет на пользователей корпоративного сектора. Оперативная память здесь увеличена до 8 ГБ. Дискретной видеокарты здесь нет, только встроенная. Intel HD Graphics 4000. Дисковод также отсутствует. Да и не особо тут он нужен, если честно. Хотя второй разъем для накопителя бы предел... Жесткий диск здесь Seagate объемом на 500 ГБ, и он тут интересного формата. SSHD. Это еще не SSD, но уже не прям HDD. В чем их отличие? Если в HDD преобладает наличие сугубо механических компонентов, а SSD уже содержит целиком чипы памяти и прочую электронику, то SSHD является компромиссным решением между двумя ранее озвученными вариантами. Мало того, что он тоньше ноутбучного HDD, так еще здесь используются полноценные чипы памяти, только для кэша часто используемых данных позволяет той же системе и софту быстрее запускаться. Среди прочего здесь имеется сканер отпечатка пальцев, чип TPM, кард-ридер, возможность отключения микрофона одной кнопкой и фонарик над веб-камерой, чтобы было видно дисплей и клавиатуру в темное время суток. А в прошлом году подписчик с никнеймом M149 прислал оригинальный диск из эпохи ранней Windows 10. Датируется 2015 годом и очень хорошо сохранился. Большое спасибо! Казалось бы, вот он. Первый публичный готовый выпуск с десятки. Но есть один нюанс. На самом диске действительно присутствует копирайт от 2015 года, а если подкинуть этот диск в другой ПК, не сомневайтесь, у меня их много, то по метаданным файлов я увижу, что они созданы в октябре 2018 года. Из-под Windows PE выясняется, что это Windows 10 1809. Это забавно. Но ничего страшного, у меня уже имеется образ 1507 и обновиться нам с 8.1 никак не составит труда. Программа установки из-под Windows не претерпела изменений и все этапы тут стандартные. Зато нам автоматически выбрали обновление с сохранением всех данных и программ. После первого перезапуска нас встречает вот такой красивый экран обновления с прогресс-баром в виде кольца. Не понимаю, почему это потом убрали? Хей, красиво же было! Обновление идет в три этапа и, соответственно, будет три перезапуска. Завершение процесса обновления сопровождается текстом с возвращением и уточнением первоначальных настроек до мелкой рекламы новых программ. И как же тут не обойтись без подписки на мой канал? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, ведь это меня поддержит как автора. Большое спасибо! А вот, кстати, результаты опроса из предыдущего видео. Участвуйте в опросах и станьте частью сообщества. Окей, что здесь нового по сравнению с релизной 8.1? Не прям со стороны бета-сборок, а со стороны потребителя. Например, я купил коробку с восьмеркой, потом спустя годы заполучил коробку с десяткой и обновился. Самое заметное и очевидное изменение – возвращение меню пуск. После некоторых неудач с Windows 8 и стагнации ситуации с 8.1 компания решила оглянуться на Windows 7 и попытаться скрестить интерфейс двух систем. В итоге мы имеем список часто используемых программ плюс концепцию их полного списка из семерки и интерактивные живые плитки из восьмерки. Точно так же касается пунктов с сетью и звуком. Приходит новшество из Windows Phone – центр уведомлений, заменяющий собой чудо-кнопки из восьмерки. Быстрый доступ к функциям и, вы прям не поверите, уведомления. Появился ассистент Картана, помогающий в планировании мероприятий, поиске и прочих задачах, и которая в СНГ так и не пришла. И не придет. В регионах, где Картана недоступна, присутствовал только обычный поиск. Стало возможным создавать виртуальные рабочие столы, тем самым организовывая свое пространство и работу более ответственно и гармонично. Стандартная панель управления постепенно начала уходить в параметры. Ах да, как раз в тему. В новых версиях ОС она по сей день есть, несмотря на обещания о ее скором удалении. Хотя ладно, буду честен, на 11-й со временем действительно появился прогресс в этом плане. Но все так же не дотягивает до выпиливания. И последнее, что можно выделить из значимого, так это технология Windows Hello. Входить в систему и подтверждать важные действия теперь можно без пароля, а с помощью отпечатка пальцев или распознавания лица. В то время уже существовали компьютеры со сканером отпечатка, однако написание драйверов для понимания Windows такого метода входа ложилось на плечи разработчиков таких устройств. С Windows 10 это стало нативной функцией, и необходимость создания подобного стороннего софта в большинстве своем отпала. Да что я тут рассказываю? Более подробно об истории разработки Windows 10, ее бета-версиях и релизах последних изменений к 8.1 можно узнать в отдельном ролике у меня на канале. Любая установка Windows, как всегда, начинается с активации. Если система не активирована, то мы как минимум лишаемся возможности персонализации. Иногда это бывает абсурдно. Нам запрещают в параметрах поставить фон, хотя вручную мы можем это провернуть без всяких проблем. В этом видео мы попытаемся активировать первую Windows 10 по телефону. В параметрах этот вариант не достать, поэтому нажимаем WinR и вводим SLUI 4. Выбираем страну и звоним. Звонок в этот центр будет на английском и через Google Voice. Сам процесс активации уже отличается от того, что было ранее и что показывало чуть ли не каждый третий желающий. Бот создает пригласительную ссылку на visualsupport.microsoft.com, где тебя просят ввести цифры из 9 блоков под названием ID установки. Казалось бы, звучит очень легко, но на деле... Даже сами Microsoft, похоже, уже не знают про эту первую Windows 10. Как будто такого продукта просто нет. К сожалению, мы не можем завершить действие, поскольку в наших записях этот продукт не распознан как действительный. Финита ля комедия. С одной стороны, звучит логично. Поддержка RTM-версии десятки давно закончилась, но с другой, ту же XP по сей день можно активировать, даже через интернет. Рассмотрев все изменения, теперь можно приступить, наверное, к самому странному, а может даже необычному моменту данного выпуска на сегодняшний день. А какой софт по сей день исправно работает в самом первом релизе Windows 10? UVP-приложения не в счет, туда же Microsoft Store сломался. Браузеры. Тут прям вообще все отлично. Сами браузеры не смотрят на номер сборки Windows 10, как это могут делать некоторые программы. Оно смотрит на ядро Windows NT. 10.0. И неважно, какой это релиз. 15.07 или вообще 17.03. Как итог, последние версии Google Chrome и Firefox работают без проблем. Про другие браузеры говорить, похоже, нет смысла. Microsoft Office здесь закончился рано, с выпуском Office 2016. Спустя три года, с выпуском Office 2019, по официальным требованиям, для его работы уже требуется минимум Windows 10 от сентября 2018 года. Но обычному человеку это кажется не будет важным. В 2025 году встречал однажды компьютер с Office 2010, на последней десятке, и никто не жаловался. LibreOffice, в отличие от предыдущего, запускается здесь прям с максимально свежей версией. 25.2.5.2 от 13 июля 2025 года. Документы, таблицы, презентации. В представлении не нуждается. В виртуальной машине тема деликатная, и в зависимости от обстоятельств очень требовательная. VMware всегда опиралась на технические характеристики хостового ПК. ОС для неё это в последнюю очередь. И как итог, последняя версия вполне исправно запускается. Но VirtualBox, как обычно, отличился. Установщик запускается, и, казалось бы, софтина заработает. Однако после установки мы встречаем ошибку отсутствия точки входа в DLL-файле. А всё почему? Потому что QT6, и оно технически требует современную версию десятки. Последняя версия 86 бокс на момент записи видео также отлично себя показывает. А что по мультимедиа? IrfanView он и в Африке, IrfanView, а вот ImageGlass уже всё. Минимум десятку от сентября 2018 года подавай. Если кто-то впервые слышит об этой программе, то я ей пользуюсь несколько лет. Для меня очень гибкая, удобная и важная. Попробовал версию ниже? Не особо корректно работает. VLC и Media Player Classic Home Cinema, как обычно, всеядны. Можно немного поразвлекаться и установить Steam, Blender да Photoshop. Первый работает без всяких проблем. Вот мой профиль. Второй, увы, не запускается. Ярлык просто ничего не делает. А запуск файла напрямую сообщает о нашей старой видеокарте. Не поддерживается OpenGL 4.3. На виртуальной машине проверять тоже нет никакого смысла. Получается 50 на 50. Фотомагазин бросил поддержку первой десятки аж больше пяти лет назад. Нынешняя версия поддерживает только Windows 10 22H2. На этой ноте настал момент рассказать пять интересных фактов о десятке за всё время её официальной поддержки. Первые релизы Windows 10 имели некоторую наглость в плане управления установленным софтом. Система после обновления могла удалять приложение по различным причинам, без спроса пользователя или же его уведомления. Под виртуальный нож чаще всего попадали программы мониторинга по типу AIDA64 или же CPU-Z. Позже это было исправлено. Хотя, если меня не обманывает память, то был ещё случай с удалением торрент-программ. Windows 10 содержала в себе старое меню пуск из эпохи Windows 8. Несмотря на факт возвращения того самого пуск, модерн-вариация из прошлого релиза была спрятана. Для этого нужно поиграться с реестром, вскрыть файлы shell32.dll и twin.ui.dll, найти точку входа иск SAML StartMenu Enabled и ввести некоторые изменения. Плитки здесь уже не работают, но сам факт, такое меню оставалось. С выпуском 16.07 старые отголоски были удалены окончательно. Кодовые названия версии Windows 10 изначально назывались как Тройшолд или же Порог. С 2016-го кодовое имя стало как Редстоун, а три года спустя стали носить названия химических элементов – Титан или Ванадий. В 2020-м же началась огромная отсылка на фильмы Марвел – вымышленный металл Вибраниум. Помимо акции получить Windows 10 и прочего маркетинга, компания сделала необычную авантюру. Пользователь, чей компьютер не получится обновить до Windows 10 ввиду различных причин, получал в подарок новый ноутбук. Что нужно было сделать? Во-первых, иметь лицензионную Windows 7 или 8.1. Во-вторых, прийти со своим ПК в один из официальных магазинов Microsoft до 29 июля 2016 года. Если вы подходили по критериям, а сотрудники Microsoft признают свое поражение в процессе обновления, то новый ноутбук – ваш. Windows 10, как целое семейство оконообразных, является последним релизом, поддерживающим 32-битные процессоры любого типа. С 11-й уже требуется 64-разрядный процессор. Передайте эту весть Lenovo. Каков итог? Компания Microsoft объявила, что поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года. А что будет дальше? Ничего. У нас есть Windows 11, есть другие операционные системы. Каждый сам решает, что ему ставить и пробовать. Да, софт постепенно начнет в этой ОС сворачивать свою работу, требуя более нового релиза. Но это не особо большая проблема. Вспомните окончание поддержки Windows XP и поддержку Хрома до 2016 года. Учитывая наличие огромного количества редакций десятки и в целом долю использования на рынке, считаю, что по-хорошему бросать поддержку сторонними разработчиками – глупое решение. Однако стоит помнить, это рано или поздно случится. Страшно ли окончание поддержки в принципе? Ни капли. Наоборот, это, вероятно, будет поводом для творчества со стороны неравнодушных людей и энтузиастов. По сей день встречаются люди, которые используют Windows 7 в качестве основной системы. Существуют различные патчи и дополнения для запуска современных приложений на таких операционных системах. Окончание поддержки – не приговор. Интересно будет увидеть, что с десяткой придумают. Тем более, последняя редакция этой линейки прекратит свою поддержку аж в 2032 году. А до него пока еще далековато. Как и мне до миллиона подписчиков. Но все возможно. Как вывод, безусловно, ей можно пользоваться и сегодня. Особенно последней ее версией, что очевидно. По данным StatCounter за июль 25-го года, доля использования Windows 10 составляет 48%, что на 1% меньше, чем доля Windows 11. Официальная статистика Steam заявляет о преобладании Windows 11 среди своих пользователей. А что вы думаете об этом? Какое было ваше первое впечатление о Windows 10? Какие, по вашему мнению, в ней присутствуют плюсы и минусы? Пишите свои мнения в комментариях. На этом пока что все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Буду очень рад, если вы таким образом поддержите меня как автора. Благодарю всех за просмотр и особое спасибо людям, поддержавшим канал финансово. До новых встреч и хорошего настроения, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok